Мы представляем высокотехнологичное оборудование. И один из типов этого оборудования является беспилотные летательные аппараты. Ну или дроны, как их чаще всего называют. Дроны — это фактически роботы, но роботы, которые умеют летать. Это их существенное отличие. Также очевидно, что оператор беспилотного летательного аппарата — это профессия уже не будущего, а настоящего. Кстати, в 2017 году эта профессия была официально признана профессией. И сегодня вы можете получить эту профессию совершенно открыто, например, зайдя на Headhunter или на другие ресурсы. Причем достаточно хорошо оплачиваемая. Приблизительно средняя стоимость этой профессии — 60-80 тысяч рублей в месяц. Следовательно, коль скоро есть потребность, необходимо что? Те самые операторы беспилотных летательных аппаратов. Именно для этого мы решили организовать проект совместно с ВДЦ «Смена», который нацелен на популяризацию беспилотных летательных аппаратов. Но что самое важное, предоставляет возможность детям попробовать себя в этой роли, в роли пилота будущего. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и даст возможности детям открыть новые горизонты. Второй частью проекта является инженерная составляющая. То есть проект настолько интересен и многогранен, что позволяет детям не только получить навыки управления беспилотных летательных аппаратов, но также еще почувствовать себя в роли инженера. Потому что беспилотный летательный аппарат, или дрон, как я уже говорил, его необходимо сначала собрать, настроить, запрограммировать, и только тогда он начнет летать. Следовательно, те дети, которые имеют инженерную расположенность, они смогут почувствовать себя в роли реального инженера, который не понаслышке, а совершенно четко знает и понимает, как собрать то устройство, которое в дальнейшем можно будет управлять дистанционно с помощью пульта дистанционного управления. В лагерь смена мы предоставили комплекты по сборке и настройке беспилотных летательных аппаратов. То есть полный комплект. Это не просто конструктор, а это набор, робототехнический комплекс, который позволяет, как я уже сказал, приобрести инженерные навыки. Если ребенок, увидев этот набор, чувствует некую тягу внутреннюю к этому и имеет желание собрать, фактически набор представляет из себя набор комплектующих. То есть это не готовый собранный дрон, которым надо просто управлять, получая удовольствие, а это фактически отдельно взятые детальки, которые нужно в процессе собрать. Следовательно, если ребенок видит в этом интерес, то этого уже достаточно для того, чтобы сделать первый шаг. Что же касается расположенности, вы знаете, сейчас дети настолько просто осваивают все новые технологии. И я уверен, что такая профессия, как оператор беспилотных летательных аппаратов, дается им намного проще, чем взрослым. Соответственно, не будет исключением освоения нашего робототехнического набора. Много существует стереотипов, да, и в основном один из них — это стереотип о том, что дроны используются для фото-видеосъемки. Безусловно, это одно из самых важных направлений и широко разрекламированных на текущий момент. Но кроме фото-видеосъемки, беспилотные летательные аппараты применяются сейчас, например, в МЧС. В 2016 году МЧС закупило около 800 дронов. Для того, чтобы наблюдать с высоты птичьего полета различные роды ситуации, какие-то сбои, может быть, просто вести наблюдение, аварии различного рода. Дроны также используются в нефтехимической промышленности, например, обследуют трубопроводы, газопроводы на предмет утечки. Все, что связано с необходимостью, например, архитектура. Казалось бы, каким образом может быть связана архитектура и дроны? А на самом деле прямая связь. Сделать 3D-образ здания достаточно сложно, не имея дроны, потому что необходимо сделать облет его. А дрон же это может сделать достаточно просто, при этом себестоимость данного процесса минимальная, потому как не требуется каких-то сложных летательных аппаратов, не требуется специальных разрешений, достаточно просто специальную фото- или видеокамеру установить на дрон, и достаточно легко можно будет сделать трехмерную модель любого здания. Я хочу, чтобы дети, которые будут использовать эти наборы, были с горящими глазами, чтобы они точно понимали, что после того, как они уедут из ВДЦ смены, они смогут продолжить в этом направлении развиваться. И даже пусть не обязательно быть пилотами дронов, может быть, они станут инженерами, может быть, кто-то из них действительно станет оператором беспилотных летательных аппаратов, но самое важное, что дети смогут почувствовать и на ранних этапах понять, насколько это им интересно, и насколько они смогут в дальнейшем заниматься и связать всю свою дальнейшую жизнь с данным направлением. На мой взгляд, это та самая цель, ради чего мы стараемся наша компания и, соответственно, лагерь смена.